Национальный банк выпустит новую банкноту номиналом в 10 тысяч тенге с портретом Нурсултана Назарбаева. Вместе с ней выйдет сувенирная монета в 5 тысяч тенге, посвященная 25-летию независимости страны. Торжественная презентация прошла сегодня на конференции во Дворце мира и согласия, приуроченной ко дню национальной валюты. Одной из первых денежные новинки увидела моя коллега Елена Шрайбер. Казахстан начал печатать тенге на собственной банкнотной фабрике с 95-го года. Со временем дизайн купюр менялся, но отличительные черты все те же. На казахстанских тенге преобладают национальные символы. С тех пор прошло больше двух десятков лет. Казахстан на пороге юбилеев четверть века. К этой дате Национальный банк презентовал абсолютно новую купюру номиналом в 10 тысяч тенге. Особенность в том, что на Аверсе изображен Нурсултан Назарбаев. В этот день, 15 ноября 1993 года, благодаря личному участию главы государства, в сложнейших экономических условиях Казахстан ввел в обращение собственную национальную валюту тенге. Это судьбоносное и дальновидное решение президента заложило фундамент экономической независимости страны. Мы все часто бываем за рубежом. Какие первые ассоциации приходят нашим собеседникам, когда они слышат, что мы из Казахстана? Первое – это Назарбаев, второе – Астана, третье – Байконур. И вполне понятно, что символы страны должны быть закреплены в том числе и на банкноте. И по праву можно сказать, что гельбасы – это символ современного Казахстана. Изображение на денежных банкнотах портрета президента можно встретить и в других странах. Многие государства использовали этот прием, чтобы простым способом выразить идеи государственности. Нельсон Манделла, Мустафа Кемали Ататюрк, Ли Куан Ю, Уинстон Черчилль и другие лидеры мирового уровня размещены на современных купюрах своих стран. Уверен, что банкноты с изображением Нурсултана Абишевича Назарбаева по праву займет свое место в этом ряду. Президентская купюра имеет 10 элементов защиты. Для их разработки использовали самые передовые технологии. Так что подделать купюру мошенникам будет достаточно проблематично. Прежде всего, это широкая биметаллическая нить шириной 18 миллиметров с панорамными видами Астаны, орнаментами. Естественно, главной центральной фигурой. Центральным элементом дизайна банкноты является портрет президента Республики Казахстана Нурсултана Назарбаева, который выполнен в классическом стиле методом интаглио. Это рельефная печать. Один из них это водяной знак с изображением главы государства, то есть еще одно очередное изображение. Новая банкнота наверняка заинтересует и коллекционеров, причем не только своим дизайном, но и ограниченностью тиража. В обращение выйдет только 100 тысяч экземпляров. Купюра, которая выходит в такой важный и ответственный момент, она символизирует не только нашу экономику, она символизирует весь огромный сложный путь. За 25 лет было построено суверенное государство, которое уверенно идет вперед под руководством главы нашей страны Нурсултана Абишевича. Любая валюта несет в себе историческую и культурную информацию о той или иной стране. Посмотрите, карты нашей страны, идеи Манглик-Ель там есть, монумент Казах-Ель. То есть, кроме того, банкнота сама символизирует и саму независимость. Решение президента о введении собственной национальной валюты заложило фундамент экономической независимости страны. Другими словами, если государство – живой организм, то деньги – его кровеносная система. По словам экспертов, появление казахстанских тенге способствовало развитию рыночных отношений и формированию эффективной банковской системы. Нурсултан Азарбаев, безусловно, знаковая личность. Зарубежная страна знает и уважает нашего президента. Эта купюра будет работать и на имидж нашей страны. Вместе с новой банкнотой к 25-летию независимости Казахстана выйдет и сувенирная монета в двух вариантах. Одна побольше, в ней 777,5 граммов. Нумизматам придется постараться, чтобы заполучить ее в свою коллекцию, поскольку тираж ее всего 100 штук. Но есть и монета поменьше, весом в 24 грамма. Мы стараемся отобразить самые важные исторические события нашей страны. Мы хотим показать всему миру наши бренды. Вот мы считаем, что межнациональное согласие нашей страны – это тоже наш бренд. Здесь изображены люди в национальных костюмах, символизирующие дружбу, сплоченность. Мы позиционируем эту монету как посыл всему миру о том, как замечательно у нас сосуществуют различные этносы. Я посмотрел и банкноту, и монету. Мне понравилось использование двух цветов – золотистого и серебряного. Выглядит очень богато. Качество банкноты отвечает всем стандартам. Очень высокое. Дизайн инновационный, яркий. Конечно, это не те 10 тысяч, которые презентовал Нацбанк. Купюра с изображением президента выйдет в обращение только 1 декабря. Специалисты уверяют, что та банкнота, как и эта, будет действующим платежным средством. Только сомневаюсь, что обладатели юбилейной купюры захотят с ней расстаться. Елена Шерайбер, Жандос Бетабаров, Ганел Шенбаев, Хабар, 24, Астана.